Морфуша 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 Мудрые учителя заметили девочку Заметили ее искренность и зрелость суждений И вот Морфуша здесь на ферме Одной из многих разгибшихся во всей нашей необъятной родине Приветливо встретил Морфушу Александр Игнатьевич Директор ферм Расцеловал в обе щеки Профессионально ощупал жировой слой на ее животе И довольно крякнув Подавил теплый пуховой платок Хочешь ли ты стать носителем Морфуша? Спросил Александр Игнатьевич Хитро прищурившись Да, хочу Морфуша заруделась и потупила глаза Как хочешь, будешь Весело сказал директору фермы И залихватски хохотнул Ну, пойдем, покажу тебе ферму Да познакомлю с передовыми матками-носителями Сначала Александр Игнатьевич показал Морфуши свой кабинет И похвастался первым эмбрионом, полученным на ферме По традиции, объяснял директор Первенца мы сразу кладем вот в такую банку И заливаем специальным раствором На удачу, как говорится В руках Александр Игнатьевич держал самую обыкновенную трехлитровую банку Из-под березового сока Наполненную какой-то зеленоватой жидкостью В ней плавал жирный, кормовой Судя по всему эмбрион Выглядел он вполне живым Казалось, стоит его вытащить Эмбрион сразу закричит, требуя питательную смесь Затем директор повел Морфушу в лабораторию Тут у нас оптимизируются образцы Проводятся тесты Лучшие биотехнологии и программисты работают именно здесь Вот на той-то неделе Им удалось закрепить очередное достижение Выведен кормовой эмбрион с повышенной массой тела Александр Игнатьевич поднял указательный палец И значительно добавил Почти 10 кило О, а программисты зачем? Боргнула Морфуша Директор Дубкова А затем, что мы внедряем новую президентскую программу по чипизации Кормовым эмбрионам чипы ни к чему А вот рабочим и ополченцам они необходимы для устойчивости к вражеской пропаганде Правда, чипы китайского производства Но это временно Директор с надеждой посмотрел куда-то в пространство И торжественно заявил Думаю, года через три уже импортозавести После лаборатории Александр Игнатьевич привел Марфушу на склад И стал хвастаться новыми мостовыми кранами и удивительной грузоподъемностью Но девочке это было неинтересно, и она быстро заскучала Ну что, директор, пойдем-то к маткам Пойдемте, радостно отозвалась Марфуша Ей не терпелось посмотреть вживую на то, что до сего дня она могла видеть только в учебных фильмах Большое помещение основной фермы освещала тусклая лампа На стене, прямо напротив входа висел большой транспарант «Даешь, русский миллиард!» Призывал он, придавая помещению праздничный вид Навстречу Марфуши и Александру Игнатьевичу попался священник Он был невероятно худ и бледен, чем изрядно удивил Марфушу, привыкшую к толстым и розовым богослужителям Священник остановился и перегрестил сначала директора, затем гостью Он задержал на ней свой холодный и при этом, слегка, как показалось Марфуши, шальной взгляд Да потрогал Девочка поежилась «Здравствуйте, отец!» «Хребрянк!» Слегка поклонился директор «Осветили?» «И тебе здравия, Александр!» Скрипучим голосом отозвался богослужитель Осветил, неизволь беспокоиться Он еще раз поглядел на Марфушу и пошел к выходу «А это наш штатный священник», пояснил Александр Игнатьевич «Раз в месяц проводит обряды освящения, супротив нечистой силы, наш духовный помощник, так сказать» Уже спустя минуту Марфуша забила пространного богослужителя Она восторженно шла, между рядов маток С интересом их рассматривая Неимоверно тучные, массивные матки Подвешенные над полом на специальных, сверхпрочных ремнях Чуть заметно покачивались Большая часть спала, прикрыв накрашенные, заплывшие жиром глаза Некоторые что-то жевали и смотрели телевизор Экран был у каждой матки свой, закрепленный на уровне глаз Одна, по виду старших других, читала какую-то книгу Она тоже жевала «Ух ты!» — вырвалось у девочки «Какие они большие!» «Опециальная диета!» — гордо отозвался Александр Игнатьевич Услышав директора, ближайшая матка-носитель Лениво приоткрыла глаз и одобрительно покосилась на девочку «Это Даша, наша рекордсменка!» — прошептал директор наушинка Марфушке В одном помете не меньше пяти эмбрионов Правда, в основном рабочие «А где они дозревают?» — спросила любопытная девочка «Где ты здесь?» «Нет, мы для них построили специальный корпус, куда спозятся рабочие эмбрионы С ближайших десяти эмбрионов» Там они ускоренно дозревают И уже через четыре года отправляются на карьер «А где они дозревают?» — «Эмбрионов» 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 — «Э